Из Питера пришло сообщение от бывшего сержанта Цахала Александра. Миф о непобедимом Цахале в супероперациях Моссада и Шабаха, всё в прошлом. Сегодня арабы качественно слабее Израиля, ещё 10 лет и будет перетет. Литой свинец. Партизаны оказали организованное сопротивление, даже в 82-м году взяли Берут с меньшими потерями. А если бы бывший сержант Цахала был успешным сержантом Цахала, он бы присылал это сообщение не из Питера. Ну, не получилось у парня. Круговорот евреев в природе, вещь совершенно нормальная, имеет полное право. Некоторый пессимизм разных ребят, которые мне известны, вещь национальная. Я тебе должен сказать, что более занудного народа, склонного к нытью, чем евреи, придумать нельзя. Причём идея о том, что... Ой, то есть вы говорите, что мы занудны. Нет, вы всё-таки слышали? Ещё и нытики. Он говорит, что мы зануды. Блажка не нашёл и раньше. И если утонешь, домой не приходи. Ну, так вот, на самом деле, крик о том, что всему хана... Моя мама меня не мучила. Значит, нет, бойца страшнее, чем испуганный еврей. Это правда. Поэтому все войны Израиль начинал с идеи о том, что всему хана. 67-й год, кампания 56-го года до того Синайска, вообще всё хана, всё. И как-то кончалось странным образом. Просто от этого испуга те, кто Цахалом командует, в том числе сейчас, в общем, довольно хорошо им командует, довольно хорошая армия подготовлена, одна из лучших в мире.